Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котлеров. В Харькове, 3 часа 17 минут, 02-10-2016 года. Данный ролик, это укороченная версия двух роликов «Луна дала ответ» 43 и 44 части. Нумерацию не меняю, данный ролик выйдет «Луна дала ответ» 45 часть. По просьбе Сережи Тарасова, я удалил из ролика все его диалоги, свои оставил, так как модель земли, которую я пытаюсь донести и показать, в этом ролике, на мой взгляд, мне максимально удалось подать в той форме, которая на данный момент недоступна. Приятного просмотра. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами по-прежнему Вячеслав Котлеров. В Харькове, 22 часа 40 минут, 30-09-2016 года. Моя любимая поговорка на протяжении всей сознательной жизни, это «Хочешь рассмешить богов? Расскажи им о своих планах». В 42-м выпуске «Луна дала ответ», который называется «Тайна эффекта Манделы раскрыта». Многие из вас помнят, что я сообщил, что по всей видимости ролики не будут дальше записываться. Возникли причины определенного характера и порядка, в силу которых дальнейшие записи возможно не удастся записывать. И грамотные, мудрые люди, скорее всего, догадаются, о чем идет речь. Да, слава богам, слава предкам. Добрый человек Сергей из Германии позвонил мне сегодня. Он понял, что к чему и почему. В приватных беседах я озвучу истинное положение вещей. А на ролике я не хочу этого записывать, этого озвучивать. Благодаря ему ситуация была исправлена. Вячеслав Котляров по-прежнему с вами. Сергею огромная благодарность за то, что пришел на помощь. Данный ролик будет беседа, которая была опять же сегодня записана. Это Сергей Тарасов, он же Салу Гудман и я. Я не знаю, Сережа обидится на меня, то, что я выкладываю наши приватные беседы или нет. Хотя он, в принципе, всегда знает, что я пишу все разговоры. Если в разговорах я вдруг нахожу интересные темы, то я их выкладываю на свой канал. Сергей отличный собеседник. И вообще, если он услышит этот ролик, надо именно нам с ним вдвоем писать в хорошем качестве видеоконференции. Потому что в данном случае, как мне кажется, со стороны серьезный тандем получился, зародился. Еще хочу добавить, что уважаемый Сережа из Германии, он озвучил такую интересную для меня вещь, как он вышел на мой канал. И я очередной раз убедился, я много раз говорил, и все это вы прекрасно знаете, не хуже меня, когда другим людям помогаешь, то тебе возвращается сторицей. И получилась ситуация таким образом, есть на медийном пространстве Андрей Григорьевич Купцов. Те, кто следят с самого начала моей трудовой деятельности, с 25 апреля 2016 года, прекрасно знают, что вначале появился на моем канале просто его ролик, а потом появились ролики, где мы с ним общаемся. Вот. Я об этом человеке знал и грустил, что он незаслуженно забыт. Но когда появилась возможность быть услышанным, то я решил о нем напомнить. Сейчас, уважаемый Андрей Григорьевич, идет, так сказать, на разрыв интервью бесконечной, бесконечной конференции. Вот. И получилось же, как я всегда говорю, змея проглатывает свой хвост. Сережа из Германии узнал обо мне благодаря Купцову. Купцов же был появлен вновь в медийном пространстве, благодаря мне. Далее пойдет наша беседа с Сережей Тарасовым. Есть, конечно, там очень жуткие моменты, которые мы будем с ним озвучивать. Есть очень жуткие, поэтому максимально серьезно отнеситесь к услышанному. Поэтому беседа начинается с того, что я предполагаю, что Советский Союз, который планируют создать, это будет аналог предыдущего Советского Союза. То есть на территории под названием Россия, я предполагаю, вновь создадутся 15 республик. После 70 лет эти 15 республик друг от друга отсоединятся. Это мое предположение. Во всяком случае, у мирового правительства это в планах. То есть в интернете уже есть карты, где территория под названием Россия уже давно поделена на определенные кусочки и клочки. На этом, пожалуй, все в плане вступления. Ну а дальше максимально приятного прослушивания нашей с Сергеем Тарасовым беседы. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ей Тараскин. Я думал, родину мне вернут! Я такой был счастливый. Следил за всеми их новостями. В общем, я звучу это так. Что Германия, это был современный сепаратийный. То есть 70 лет назад точно так же Германия отсоединялась. Только не 70 лет назад она отсоединялась, а она отсоединялась. Да, ну смысл. Первая мировая. Да, да, ну смысл я как бы это. Да, да, да. Я согласен, да, так и есть. Так и есть. Это часть большой страны, которая решила делиться. Из-за этого была гражданская война, что можно называть Первой мировой. Получается, смотри. Вот большой шар, и в этом шаре огромное количество маленьких шаров. Да вот я же и захотел вот эту модель, когда я услышал выступление. Я думаю, откуда вы знаете, мы же это будет ее в плоскости нарисовать. А я знаешь, откуда знаю, потому что, вот знаешь, в чем наша с тобой разница, глядь, Плава? Ты получаешь знания напрямую, просто так, да? А я учебу сложного труда, мы разработали целую методологию, понимаешь, рисовали, сидели вот так медленно, кропотливо, и пришли к этому чисто через вот эту, понял? В принципе, вот все, что ты говоришь по сотовой земле, оно как бы так и есть, но может немножечко по-другому, не так и сейчас. Не, ну сотая, знаешь, когда люди слышат соту, у них сразу в голове шестигранник. Я тебя понимаю, я понимаю за тебя, я тебя. Да, я вот это хочу, может, нарисовать, потому что неизвестно, когда компьютерщики нарисуют полную модель, в которой я вот это хочу, в помощь компьютерной графике. И мне же иногда задают вопросы, и они иногда не выходят из головы, вот это мне психовал вопрос. Приливы и отливы, наконец-то я для себя ответил, накопал, блин, эти знания, почему они происходят. Ну-ка, давай расскажи. Ну смотри, я уже неоднократно говорил, что если рассмотреть нашу соту, если ее правильно рассматривать, это своего рода такой бильярдный шар, вот в соте находится. Естественно, вот и таких бильярдных шаров дохренища, по каждой соте. Да. Вот. В этом бильярдном шаре, где-то посередине, находится такая, ну назовем ее, плоская перепонка. То есть, над этой плоской, внизу там, под этой плоской перепонки, это океан, естественно, над нами, вот этот океан. То есть, получается, автоматически и вверху купол, и внизу. Так вот, эта хрень, она мало то, что я уже говорил в некоторых роликах, мало того, что она как Юла, это Юла, кстати, модель нашей соты, она идет всегда по кругу, что люди этого просто не знают. Вот это сама лунка, в этом яйце, назовем, условно. И при этом она еще делает колебания, вот как, знаешь, взять стакан воды, налить, бумажку вырезать, карандашом пробить и начать вращать, и чуть-чуть право-влево это, расшатывать этот карандаш. Вот за счет того, что лунка, она не статична, она все время идет, по-моему, по часовой стрелке, если я не ошибаюсь, но при этом всегда заламывается на бок, чуть-чуть, ну, как Юла заламывается, право-влево чуть-чуть. И из-за того, что она так перекатывается, поэтому и волны все время перекатываются, туда-сюда, туда-сюда. Ну, и я же говорю, что это можно в схемах все это показать, но... Сейчас ролик про флаги сделал, ты его не стал изучать? Так мы же уже про флаги разговаривали. Да, да, разговаривали, но все-таки я его дополнил для себя, я нашел самый главный флаг нашей соты. Я же раньше, помнишь, всегда говорил, я знаю два главных флага, красно-черно-желтый, это Бельгия и Германия. А потом нашел, все-таки накопал еще главнее их. Знаешь, какой? Бело-желтый, и принадлежит он Ватикану. А, ну да, кстати говоря. И нету больше ни в одной страны бело-желтого флага. Кстати, у Российской империи был бело-желтый, но добавлялась полоска черная. Тогда масоны там сидели, любили в России жить и командовать, но воевать при этом. Вот, это тоже такой момент. Кстати, меня поразил еще момент, я сравнил фашинский флаг и грузинский до войны. Они вообще идентичны, расцветка. Красно-бело, черно-бело-красное, черно-бело-красное, и у того, и у того, и у грузинского, и у фашистского. Что меня поразило? Да. Да. А раз там был черный, там был просто красный и белый, разве нет? Не, не, вот ты можешь даже погуглить грузинский флаг. Сейчас он-то красно-белый, сейчас его война там... Да, раньше он был, да, с полосочками там. Да. То есть, пока они войну эту не провели, у них был флаг черно-бело-красный. Пока Германия не провела войну, у них был тоже черно-бело-красный. Как только войны закончили Германия и Грузия, у них появились уже другие флаги. Не, ну, видишь, ты не изучал мои ролики, дело в том, что я что, реально бомблю это, разгадки, разгадал, что такое дольмены, разгадал бермудский треугольник. То есть, не чепуху говорю, как все предположения, а именно, луплю именно, что на самом деле бермудский треугольник, там дольмены, еще что-то разгадал. Кстати, вот почему я хитро за флаги затронул. У них все равно сейчас пока временно существуют флаги с красно-желтой расцветкой, все равно они их за спиной держат. Не важно, что на них изображено, но важно, что упор идет у Тараскина и у команды, если я правильно по роликам понял, у них за спинами такие флаги. А вот ради любопытства, смогут ли они повесить простынь, которая будет бело-желтая, и не заставит ли Ватикан убрать эту простынь? А вот это будет и хорошая проверка, понятно, что они не сделают, вот какой-то котляров там умничает, и мы будем... Так, как раз я ему сейчас и напишу, может он возьмется его озвучить. Ой, им такие интересные вещи рассказывают про ДНР, он получается живет на границе с ними, и там рассказывает, что комендантский час у них теперь постоянно там... Что иногда солдаты перестреливаются, чисто давай просто постреляем, пошумим, ну, две команды договариваются между собой. Ну, только, чтобы без точного наведения, а так именно, погрохотать. Ну, вот. Ну, думаю, похоже на правду. После Института Б. Чего, меня за Институт Б критикуют, но... Дело в том, что благодаря Институту Б как раз-то и интересные люди у меня появляются, которые... Благодаря Институту Бета меня и узнали, и их даже не смущало то, что я там, это, всех матом крыл, или в этом духе. Мне у меня не кинулась, как кашлять, кто-то бы еще тяпкали, блядь. Да? Да, да. Я вам показал. Сокрой с хавала, с быдла. Да, я... У меня есть две минуты эти, я их иногда слушаю. А за приколюху и поторечек где-то там я не виделся, я даже три раза перемотал, посмеялся. Я наоборот очень тепло это воспринимаю, почему? Потому что у меня такой принцип, думаю, злопыхатели все равно, рано или поздно, как придумают, чтобы обзываться. Поэтому лучше им самим дать обзывалку, которую, знаешь, только в терновый куст не бросайте. Обзывайте, да, обзывайте, пожалуйста. В алкоголе, конечно, хорошо. Ну вот, поэтому... Вы говорите, реклама, просто популяризация. Популяризация чего? Ну именно образ. Не, может быть, может быть и так. Как облегу? Может, может быть, я говорю, это вопросы, которые надо задавать не мне. Потому что я не владею, скажем, я не Котлеров. Ты там... Влад, ты подкрути вот эту штучку вот так вот, она будет держаться тогда. Вот палку, которая на тебя, палку, которая на тебя, рычаг сам покрути. Ты его открутил, зря, большая ошибка. Да, я не Котлеров. Котлеров, например, он берет свои знания сверху, как он говорит. То есть он взял бутылочку, накатил, упал, канал открылся, знания ошли. Он говорит, ооо, в Харькове 5 часов 3 минуты, я с вами, Человек Котлеров, и я начинаю... Вам это самое, да? Вот, у меня не так происходит. Я абсолютно, знаешь, такой, вот такой. Я беру просто и тупо читаю. Сижу, читаю, смотрю, анализирую и запоминаю. Вот мой путь тяжелый на самом деле. У меня не открывается. Ой, что ж такое, он что, такой весомый этот перевод? 26 килобит всего стоит. Нет, он вообще ничего не есть. Чего, я его вообще не могу захватить, копировать сообщение. Не могу его схватить. Сейчас, покажи секундочку. Вот, поэтому я к этому нормально отношусь. Слушай, ну вообще, по идее, у меня все нормально работает. Ты должен его скачать и открыть, как обычный архив. Ты же в контакте есть же, да, у меня? Да, мы есть. И причем добавился, наверное, не ты, кто-то под твоим именем недавно. Нет, я не добавлялся. Да, по-моему, Соул Гудман мне добавился. Я что-то удивился, думаю, что за прикол. Уже ж мы в друзья, что второй раз. Ну, наверное, кто-то прикалывается, будет писать. Наверное, какие-нибудь гадости от твоего имени. Ну, естественно. Так, сейчас кто-то тебе на скайпе. Ну, мне тоже я пока скептически отношусь. Ты знаешь, этот, как его... Он тоже всем говорит, что он в поле работает и научит всех останавливать метеориты. Даже если метеорит долетит 30 метров до Земли, он силой мысли научит любого за 200 долларов останавливать метеорит. Какие наши метеориты? Ну, вот, я ж... Женщина мне благодарила, Вячеслава говорит, я уже хотела к ним... У них там... Они белые братства или поясы, они кто там... А метеориты, они за доллары это... А за евро, они говорят, мы можем вам в следующей жизни вы родитесь сразу в 24 года. Но за это евро уже надо платить. Так люди молятся на них. Серьезно, бабки присылают. Хочу в 24 года родиться и метеориты останавливать. А почему они в 235... Ну, там у них свои, это за хера. Они это объясняют там с точки зрения высших сил. Я понял. Ты по поводу... Я тебя вконтакт отправил там... Ага, сейчас, смотри, смотри. Ага, документ, ага. Ага, английский. Перевод. Так. Угу. А у кошки 4 ноги. Сохранить. Вот. И сейчас я вот этому парню кину. Да, пусть он посмотрит. То есть, мои ролики не смотришь, я в двух словах это. Сделал необычный ролик Януковичем. Думал, меня будут это, материть за него. Вообще никто ни слова не написал. Может, они просто не увидели, что это Янукович. Там была такая ситуация. Когда я рассказываю про дольмены, я говорю, что и современные жители планеты... Ну, дольмены на самом деле это пчелиные улей наших предков. Ну, или какой-то высокоразвитой цивилизации. Вот. Поэтому в них, естественно, можно и медитировать, и что угодно. И рожать. Вот. Поэтому пчелиные улей, это они всегда польза была. И вот у меня есть ролик в моем ролике, где Янукович приводит делегацию. В том числе в этой делегации находится... Это в фильме «Дольмены» у меня. Этот, как его ведущий, вот этот Савик Шустер. И вот он ему рассказывает, говорит, вот мне построили дольмен. Ну, не дольмен, правда, а большой такой пчелиный улей. Ну, с дольмен, ну, деревянный. Говорит, и я в нем это, чтобы лечиться, сплю. Ну, я верю, что там на самом деле, если в такой хрени, эта пчелиная огромная, поспать, то, ну, сам понимаешь, с пчелками, это, конечно, на пользу пойдет. Так, звук шафара. А, голос. Я не хочу всякую воду включить. Он будет гадость говорить? Нет, там не будет, там не будет. А, звук шафара. А я вот недавно, знаешь, что это прикололся? Уже второй раз заявляю в эфире. Говорю, хочу вернуть славянам истинное имя евреи. С такими заявлениями аккуратнее будет. Да, знаю, знаю, знаю. Заваулировал у нас имя, пускай будут свое носить. Так. А как по-другому, Слава? А ты что предлагаешь? Просто говорить людям, я понимаю. Сейчас, сейчас, да, я мысль озвучу, а то сейчас отвечаю. Это, я вот тоже по телефону сегодня, это, когда с Германией общался, говорю, тоже его серьезно, у тезка говорю. Ну, я говорю, не вижу в Советском Союзе, как можно в концлагере строить концлагерь. Ну, один барак отдельный вдруг в тюрьме захочет, мы будем жить по своим правилам. Хотя этот барак находится в огромной тюрьме. Как? Я не вижу это. Это невозможно. Как они собираются? Если весь мир против вас будет, ну, против нас, ладно, хорошо, я буду говорить нас. Хоть и пока не с Советским Союзом, но я идея. Но все-таки не забывай о том, что, что значит весь мир, а кто будет против нас, скажи. Все. Не, ну давай, подожди, смотри, Китай против нас точно не будет. Все бывшие соцреспублики и все, кто окружает нас, будут по-любому с нами вместе. Европа, кто там будет воевать в Европе, там кроме педиков и всяких разных извращенцев, и людей, которые боятся даже слова сказать, никого не осталось. Там армии даже нет. В Америке армии нет уже, кто будет воевать? Так они сделают по старинке. Наш Советский Союз, который создастся, одних разделят на белых, а других на красных. Естественно, там никто не будет воевать. Сделают очередную гражданскую войну внутри Советского Союза. Будет второй. Хорошо, что ты предлагаешь? Фух, ну вот это, ничего себе. Я над этим думаю, это постоянно. Банально сказать, могу ляпануть, но это не выход. Распространяйте знания про сотовую землю. Это, понятно, глупость. Нет, ну это как бы не глупость, это одно другому не мешает. Но просто получается, что у тебя конкретного выхода из ситуации нет. Ну только один. Если люди узнают про сотовую модель, это будет... Ну ты же прекрасно понимаешь, что даже если мы каждому человеку расскажем, то только один из тысячи в это поверят. В лучшем случае. Ведь это прекрасно понимаешь. Не надо вздыхать. Я подумал. Не, я вздохнул, что у меня ответа нету, что делать. Потому что вот. А если мы дадим человеку... Вот как вот, я не знаю, может ты, конечно, относишься к Сталину как-то плохо. Может ты просто про него мало знаешь. Не, мне понравился взгляд Купцова. Кстати, настолько мне симпатична его озвучка про Сталина, что я, как говорится, мысленно аплодировал. В принципе, я не знаю, где он это накопал, но я склонен больше теперь к озвучке Купцова, который сообщает, что его раскрутили просто как... Был какой-то там, назовем условно, журналист. Ну не журналист, он был там где-то... Это надо Купцова слушать, как он про Сталина говорит. На типографии че-где. И просто выбрали его именно, как иногда это бывает, болванчика. А потом уже приписали ему все вот эти регалии. А за спиной работал этот Калинин, по-моему, Михаил Калинин. Да, Калинин. Который на самом деле находился в тени. Как раз-то не Сталина заслуга в этом всем была. А Купцов утверждает, что Калинин-то как раз это все делал. Ну, я согласен с тобой, что Калинин, он экономист. Не надо забывать о том, что это экономическая модель, да. Я здесь ни в коем случае не уговорю, что Калинина не был. Да, конечно, был. Но просто Сталин, это фигура знаковая. И сейчас пытаться рассказать людям, что на самом деле Сталин... Ну да, это еще будет хуже, я понимаю. Это еще будет хуже, конечно. Лучше их в одной связке держать. Сталина, Калинина и вот этот, который в Америку... Арменин все время продуктами занимался. Маленковский... Не, подожди, как... Не Маленковский. Маленков. Он это... И в Америку поехал и станки, и чизбургеры эти, и сосиски привозил, и мороженое. И все налаживал он это... Вот забыл, как его... Не, не, у него фамилия армянская, по-моему, какая-то была. А ты-то про Гурджиева что-нибудь слышал? Не, впервые слышал. Ну вот, Гурджиев тоже стоял за Сталина, тоже серьезный человек. Очень серьезный полевой. Я так понимаю, что это маг, который защищал, ну, обеспечивал безопасность. И тоже такой товарищ очень серьезный Гурджиев. Блин, это замечательная штука. Не, а теперь важный момент. Хорошо, я вот это все уловил. Значит, ну, как бы, наши оккупанты, они тоже многоуровневые. И у тех более верховных вообще не принципиально, какая будет модель в этой ячейке. Каких стран. Для них принципиально, чтобы ячейка уничтожалась, чтобы фабрики, заводы коптили, реки отравлялись, чтобы шла беспрерывная выработка полезных ископаемых. Даже если мы создадим Советский Союз, и это все останется. Это... Нет, не останется. Нет, не останется. Ну, смотри, в двух словах, да, как я говорил, это Советский Союз создавался, чтобы уменьшить Российскую империю. То есть на территории, ты знаешь, прекрасно лучше меня, были созданы республики. А этот Советский Союз предположительно создается с той же целью, чтобы на территории Совет Современной России появились опять 15 республик, а через 70 лет они решили друг от друга отсоединиться. Кстати, рекламная пауза. Скидываю в ролик, вмонтировал эффект Манделы на этом скриншоте. Но, я так понимаю, все люди его посмотрят, и пока пальцем не ткнешь, где на этой карте эффект Манделы, никто на него вообще не среагирует. Сейчас посмотрим. Я уже посмотрел, уже где-то полтысячи просмотров на разных ресурсах, еще никто, и даже не обратил внимания. Просто так смотрят на картинки и не видят, что на карте эффект Манделы. А почему Украина здесь? Европа, Украина, Африка. А почему Украина, а как это можно не заметить? Ну, я не знаю, молчат пока люди. Может они просто где-то делают? Нет, вот просто они меня слушают и не смотрят, они привыкли к слайду шоу. Ну да, они привыкли к слайду шоу, и они просто не обращают внимания, что оно вообще нарисовано. Украина, ты сам сделал? Или ты нашел где-то? Сам, сам, сам. Украина, да, что можно? А почему не Беларусь, например? А кто его знает? А кто его знает? Это знаешь, как Сергей Данилов говорил в своих старых лекциях, говорит, не Россию будет, а нас будет обратно в Советский Союз принимать, говорит, а мы, Украина, к себе Россию обратно присоединим. Ну ладно. Это интересно, хвост присоединяется к себе собаку. Да, 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 да. Собака виляет хвостом. А может мозг залазит в голову обратно? Ну хотя, я-то такой, я не знаю, такой мозг. Ну пора бы, да, он зараженный, пораженный, вот больной. Ну, да, 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 да. Вынесли мозг, ну ничего. Ладно, в общем, Слава, до завтра мы созвонимся, где-то, наверное, за полчаса, там, за час, до начала. Да, 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 да. Если все сделал, завтра 5 часов по Москве. Все, хорошо, добренько. Спасибо. Счастенько, пока.